Всем привет, по-другому! Меня зовут Настя и Молдгеймер. Это наше новое прохождение для Battlefield 1942. Не ожидали бы увидеть такое на моем канале, как включили. Ну, на самом деле, вот мы еще мой Battlefield не записали, который уже, не знаю, может уже даже неделю она прошла с нашей последней серии. На самом деле, это оригинальный, то у меня уже есть, вы можете это у меня в Playstar посмотреть. Я играю за кого я очень много не понял. Великобритания против Германии. Ну, у нас же бежит, 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 красный, красный, бежит. На самом деле, для меня это не просто, а не просто. Более. Это было очевидно. Это можно интересное. Приседать и ловиться. На контру, по-моему, если не ошибать. Заходь по сторонам, ты смотри, Демзады. Везде во они идут. Тут весь прикол в том, что нужно захватить как можно больше контрольных точек врага и тем самым не позволить им захватить твои. Ну, пока не мы, не они, где-нибудь. Ну, да. Ну, наши проигрывает сильно. Надеюсь, сколько там нет. Наших-то много, но их убивает, как ни хрен делать. Надо ступать. Как хрен наступать с таким количеством здоровья, когда наших тут просто пачками убивает. Нет, чего не понравилось, то, что тут много... Не время смотреть, время убивать. Ну, так хоть нет автоматической перезарядки. В этом-то вся их родкорность. Наших-то много, но беда в том, что... Чуть-чуть ключи-проволоку-то полезно. Ты не только колючая проволока, ты, честно, набирая. Блин, нас контроля точка убирает. Иди прямо на их книгу. Отбери у них тоже одну. А сейчас люди будут убывать. Дайте, подойди к флажку. Отбери. Беги... Так, беги правее. Да, спрячься там куда-нибудь. Да что ж ты этот пред через колючую проволоку-то? Взять в бункер лучше. Держу. О, да, взял. Как бы не так. Ну, то, что вот я сейчас прохожу, да, там абсолютно другие модельки, другая физика, как бы. Разные страны. Тут стран не очень много. Тут всего-то Советский Союз, Америка... Англия, Германия. Да, я помню, если я ошибаюсь. Может, ты отберешь у них контрольную точку, пока они ее не взяли. Ага, тут как Клайв Баркер узнаешь, так же вот он тянет на кучу круга. Так, иди с правой стороны ты-то флажок захвати. Ты вот лезешь именно по центру, откуда я не иду. Вишь, танки прям перед тобой. Ага, конечно, и дальше. Как ты можешь автоматом так пробить, сам по-моему? Если только ПГ или гранатами. Ну, кстати, вот в оригинальном интеллект более тупой, нежели вот в то, что я сейчас прохожу. Там вот интеллект реально разработчиками, они поработали. Надо идти вперед и захватывать контрольные точки. А не ждать, пока у вас их заберут. Не ходи ты через колючку. Не туда, а иди справа. Ты прям на танк и лезешь. Зачем? Наши, ты, конечно, психи более, что они лезли просто на абразуру, как говорят. Он заслепил заплаты. Не лезь через колючку, не щепходи пути. Ну, хотя, да, пока где они... О, он заберет. Все их не люди начали убывать. Вот весь пико в том, что если у вас... Нифига не там летают, блин. Ну, сейчас, если начнется дальнейшее наступление, то у нас уже будет никуда. Ну, как нет, у них есть главная база. Но им уже будет сложнее гораздо. О, наш второй точек начали забирать. Иди, иди. Во-первых, это миссия нам все обучающие. А вот, что дальше пойдет, откровенно говоря, в жопу. Так, там, по-моему, их не так стоит. Если попробуем воспользоваться... Ну да, панцер стоит. Иди в него, пока его не забрали, ни разу. Сейчас убью тебя нафиг. Эх ты. Такая возможность была. Я думаю, в ближайшие дни мы возобновим запись Баттлфилда. Мы уже хотим его закончить, потому что там реально вот... выматывает нервы, вот, ноги держал, там, типа, Италия, Япония. Я, кстати, проигрывал вот уже разы примерно 50. Хоть они и пытаются что-то сделать, гася при этом все, что движется. Ну да. Странно, что они его не взяли. Хотя он бы пригодился. С пулеметом то стрелять. Справа. Идите справа. На! Удачного полета. А, нечетвертый панцер. Еще один удачный панцер. Сзади. Ну, плохо, что башень не раздвинут никак. Ди придут еще свои. Удачного полета. Ну, мы видим все, кто уходи из там. Сейчас его не убьют, так просто. Ну, кто полетали. Сейчас кого труплюсь. Ну, тут вот, если даже снайпер убивают, то не из 10-го разу их упадает, потому что здесь... от точности оружия, я даже не знаю, от чего зависит. От дальности или... Фиг знает. Ну, вот, несмотря на то, что они взяли, контрольные точки, они все теряют людей. И ты бежишь не туда. Я убьют там. Там главная база. Ты вниз покатился. Ой, блин. Нужно продолжать наступление, потому что... Насколько я знаю, можно оружие. Выбин тут готов к респалу. Он не бил. Все, у меня еще респал не видел. Вернее, видел, но ты должен помнить, какими силами я пытался бить врага. Нам еще, представьте, из Италии, Папороцци, из Германии опять. А, вот оригинальный платил, он кипец какой-то не был? Нет. Мне он показался достаточно коротким. Это не учитывая дополнение «Дорога на Рим». Ну, он слышит мне, зачем у него козь? Чего уже убил? А, ты его еще убил? Странно как-то. Все, немцы уже... можно сказать... Потерпеть-то. Скаут. Я никогда не брал с чего-то с РПГ, потому что это без толку. Снайперы тоже. Я брал либо штурмовик, либо мель. Ну, иногда, маленькие респал, но иногда. Ну, я не знаю, от чего это зависит, на самом деле. От быстроты кнопок, которые я не знаю. Ну, мы тоже будем по уровню писать, потому что так будет удобнее смотреть. Это вот первая карта называется «Боевой топорисе» на русский переводить. И... Как он там? «Блэккарс» операция называется. «Черный топор». Ну, хотя везде переводится по-разному. Тут уже очевидно, чем победа. И что? Великобритания держала победу. В следующей серии посмотрим. Подолжить, нажми. континент.